буду варить и делать сегодня оливье вчера все купила для этого так что зажигаем накрываем крышечкой все что я купила еще вчера вот эти вот сухости вот я вчера купила барлей перловка до перловы перловка это будет на русском лентил я не знаю как переводится лентил я вам здесь напишу я люблю очень чтобы банки были дома потому что без них у меня в данной жизни нет сначала первого дана по скидке вчера 50 центов было вот это вот на суп грибной и на томаты но я взяла 2 баночки грибного по 50 центов обычно она стоит подороже я его использую в подливы не супа из них делаю а вот в подливы именно или например жарко я какой-нибудь вот такие вот бабы микс такие бабы 70 90 центов большая банка автоматиков несколько маленьких томатных паст вот эта вторая банка это просто такие бабы эти уже показала это белые бабы дальше что еще две баночки такие набора пусть будет для вот оливье огурчик соленый у меня есть ну все в принципе вот и все огурчики колбаску я купила вареную докторскую яме маркетинг картошечку я говорю что к обеду ты не хочешь ты ела колбаску ти мой маленький куку показать гречку я вчера купила но я была расстроена она подорожала два с половиной килограмма у меня кипит два с половиной килограмма очень хорошая гречка я ее люблю она чистенькая она классно но она была меньше пяти килограмм пяти долларов она была 450 что-то в таком роде сейчас 599 я уже расстроилась получать все равно пока что дешевле чем других расфасовках да бабочка сейчас чем других расфасовках но тем не менее все равно все равно дешевле но подорожала подорожала еще я вчера заделала мясо я купила его по скидке и заделала в этом соусе которая вам показывала запах обалденный очень доминирует запах как будто бы соленого огурца очень много здесь чеснока и немножко орегано я чувствую то есть орегано вот это три запаха который ощущаю хотя там такая достаточно приличная она всю ночь простояла у меня в этом маринаде сейчас я вытащила кастрюлю из холодильника чтобы мясо приобрело уже комнатную температуру и это для этого нужно обычно от двух до трех часов то что сначала должна сама посудина остыть но и мясо в нем потому что желательно мясо комнатной температуры выкладывать на огонь я сейчас готовлю оладушки хочу приготовить я уже че приготовила семена уже настаиваются здесь две столовые ложки и полтора стакана воды и я хочу яблочко измельчить в своей маленькой в маленьком блендере измельчить яблочко добавить что-то мне сегодня так захотелось надеюсь детям понравится то что ли мы всегда такие безвкусные кушаем иногда я что-то там могу добавить или даже сахарку вместо сахара добавлю яблоки они такие сладкие просто вообще после вот прям кушаешь как будто там сахар насыпан такое сладкое просто и сочные такие я хочу на яблочко попробовать добавить посмотрим что получится из этого так я не сын сосудик почему здесь полтора стакана читайте жидкости это важно при когда мы будем готовить пропорции и одну крупная из red delicious который называется сорт яблочко воспользуемся лопаткой его перетерла она тоже жиденькая посчитаем его как еще пол стакана жидкости то есть у нас получается два стакана жидкости сразу все промываем потому что оно не жирно его буквально сполоснуть и все так значит возьмем перемешаем уже на этом этапе чтобы хорошо у нас смешалось вместе так что мы здесь два стакана жидкости будем считать достаем смешку какую я беру вот это и смешиваем потом покажу что у нас получится на сковороде такая на выходе получается смесь к сейчас будем жарить вот какие хорошенькие получаются толстенькие вот эти точечки от чьи семян и яблочки там внутри даже просвечиваются вот вот это яблочки кусочки посмотрим как это будет на вкус я еще добавила правда ложечку сахара столового какие они пухленькие надо только дать им хорошо запечься так вот это вот первая партия готова тут немножечко он подгорел а эти все нормальные вот из блеска лук начистилась наплакалась в общем короче все салат нарезан сейчас я только его приправлю у меня греется уже мясо на обед варится гречечка вот здесь здесь гречечка наконец-то моя любимая мы уже за ней скучали и здесь шарики вчерашние вот я вам хочу рассказать про два секрета секрета две вещи которые я делаю с оливье во первых я в оливье делаю без яиц потому что ну я их во первых не чувствую в салате во вторых яйцо само по себе несет определенные микробы если оно стоит скажем сутки в салате поэтому я его давно очень перестала использовать когда я режу соленый огурчик я его всегда выжимаю то есть я его например на кубики нарубила если у меня есть достаточное время я просто ставлю его откидываю как на дуршлаг и оно у меня просто там стоит и текает пока я делаю другие дела либо если я делаю уже сейчас у меня нет времени то я его просто вот так беру делаю сквиз такой сильно сжимаю в кулаках выливается вода лишняя и вот такие сухенькие я бросаю их в салат в данном случае у меня очень соленые огурчики они в соли поэтому солить я не буду дополнительно салат помимо этого у нас майонез соленый и я ложу один к одному сметану и майонез я никогда не ложу только майонез потому что это придает какую-то такую определенную нежность салату когда я делаю его со сметаной все это то что я хотела сказать и поперчу перчу обязательно я без перца не могу я обожаю перец у меня такой он крупненький такую хорошую щепотку даже две потому что много салата черного перца все сметана ну в общем где-то получается две столовые ложки сметаны две столовые ложки майонеза на вот эту вот порцию это большая такая вот на такое блюдо и в принципе нам это на сегодня на завтра будет с хлебушком очень вкусно да про огурцы я сказала а и про что я делаю тоже на дуршлаг откидываю смесь вот эту вот как они называются керос морковки с горошком чтобы и я его промываю потому что ну вот эта вся соль которая там содержится и там я не знаю сульфаты какие-то в общем все вкус смывается я смываю хорошо под холодной водой тоже даю ему отстаться чтобы все стекло чтобы меньше жидкости потому что знаете потом на второй день может быть немножко вода такая сбоку плавать не хочется поэтому у меня сухой он при этом очень нежный все это наш обед мужички сидят занимаются математикой не видно там я даже делаю математику с папой все пошла до тебя привет мой зайчик бай бай на Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Вечер мы покушали мяско. Я развесила белье и поставила стирать другую следующую стирку светлую. Мы с Габи здесь внизу смотрим мультики. Она играется. Я здесь немножко по Фейсбуке переписываюсь с девочками. И пью кофе на самом деле сижу. Не знаю, что там видно. Мы отдыхаем. Вечер еще у нас продолжается. У нас время 6 часов. И я буду заканчивать, потому что еще, конечно, надо будет и стирку вешать. Нужно будет там убирать немножко на кухне. Но по большому счету у нас сегодня это все. Такой был наш день. Я желаю вам хороших выходных. Доброго утра. Хорошего дня. Спокойной ночи. Пока.